Всем привет! Меня зовут Анна Кафырина, вы на моём канале YouTube. Сегодня у меня такой пост негодования по поводу одежды для девушек плюс-сайз, девушек, которые хорошо таки за плюс-сайз. Потому что недавно совсем я была проходом, случайно зашла в несколько магазинов, которые позиционируют себя как плюс-сайз, называются при этом что-то вроде «Настоящая леди». Был магазин «Три богатыря», и магазин как-то назывался что-то вроде «Для крупных дам». Что такое, точно уже не вспомню название. Некоторые девчонки, мои клиентки, когда приходят ко мне, говорят, что с моей фигурой уж сделать ничего нельзя, и одеть меня, кроме как в балахон, просто невозможно. И я каждый раз нашу консультацию начинаю с попыток объяснить, что проблема не в ней, не в фигуре и не в размере, а проблема в магазинах, которые девушка или женщина выбирает. Потому что вот здесь буду показывать те ужасы, которые я там увидела, потому что это, конечно, позор. Позор ритейлеров и владельцев магазина, которые, скажем так, выбирают этот ужас для женщин крупного размера. Размеры одежды, которые я смотрела, были 54 плюс. И эти тряпочки, я даже не знаю, как это по-другому назвать, они были просто ужасные. Такие тряпочки не наденет даже моя дорогая бабуля, потому что она себе просто не позволит такое надеть, потому что это, конечно, ужас. Хотя моей бабуле уже угу-гу сколько лет. Первое, от чего стоит уйти женщинам крупным, это от кофточек, которые вот такие, знаете, сопливенькие, которые совершенно не держат форму. Но, к сожалению, в магазинах плюс-сайз почему-то 90% именно таких кофточек. Это тонкий сопливенький трикотаж, это какая-то сопливенькая вискоза с совершенно ужасными принтами, которые будут визуально подчеркивать крупные размеры женщины. Я всегда советую девчонкам, которые крупные, выбирать однотонные принты. Вернее, не однотонные принты, а однотонную одежду без принтов. В таком случае гораздо проще визуально скорректировать силуэт. Но в таких магазинах почему-то ужасные цветочки, ужасные какие-то абстрактные варианты одежды. И что самое ужасное, там просто отвратительное представлено бельё. То есть если женщина с крупной пышной грудью, и сама по себе крупная, владельцы или байеры этих магазинов почему-то считают своим долгом выбрать для неё совершенно какое-то ужасное бельё, которое не то что не подчеркнёт то, чем одарила природа, она просто это убьёт на корню. И как я рассказывала в своих сторис недавно, мужчина, если разденет женщину и увидит на ней такое бельё, ну простите меня, но у него сразу вся эрекция пропадёт. Поэтому я вас очень прошу, девчонки, кто крупные, воспользуйтесь интернетом и посмотрите, в каких магазинах есть размеры плюс-сайз. Я вам подскажу. Идите в Marks & Spencer, H&M, у них есть плюс-сайз линейка, она представлена в Москве в нескольких магазинах, и она всегда есть онлайн, поэтому вы можете там себе заказать одежду. Есть в Mango – это Mass Market. И есть более дорогие сегменты, например, Marina Rinaldi. У них прекрасная одежда для девушек плюс-сайз, и вот известная очень модель Ashley Graham, которая является их лицом, постоянно участвует у них в съёмках, и на ней как раз и видно, как сидит на крупных женщинах эта одежда. И опять же, есть на моём любимом Ассасе тоже линейка Curve. Кстати, да, обращайте внимание, эта линейка для крупных девушек, она в каких-то магазинах называется плюс-сайз, а в каких-то называется Curve, что значит с формами. Поэтому, девчонки, не отчаивайтесь, одежда находится на всех и всегда, и даже на крупных девчонок. Поэтому главное захотеть и найти. Ну, а если у вас всё равно возникают трудности с одеждой, то я как стилист всегда готова вам помочь. Я вам желаю хорошей, красивой одежды, которая будет подчёркивать ваши достоинства, скрывать недостатки, в которой вы будете чувствовать себя королевой и нравиться окружающим. Ну, а с вами была ваш гардеробный доктор Анна Кафырина. Всем хорошего дня. Пока-пока.